Пруд, детская площадка, дом и собственный лес. Это все на гектаре. Хабаровчане в буквальном смысле поднимают оформленную по федеральной программе землю и точно знают, какой она будет через пять лет. Анна Кольчук побывала на одном из дальневосточных гектаров и расскажет, какие места на карте региона самые популярные. Каждый кузнечик и камушек скоро будет на счету у двухлетней Софьи. Учебник «Я познаю мир» на практике. Знакомство со своим дальневосточным гектаром у семьи Кочетковых началось, как только оформили документы. Когда домика еще не было, мы ночевали в палатке с детьми. И детям даже от этого они получили большое удовольствие, историю. Ягодку смотрят, папоротник, тех же самых хоз они смотрят. Им все это нравится, они с этим развиваются. Жить за городом Павел и Василина решили еще несколько лет назад. Почти три года искали подходящий по логистике, а главное по бюджету участок. Но не сложилось. В 2016-м, когда появилась федеральная программа, подняли. Все к лучшему. Там восемь соток, причем голой земли, без ничего абсолютно. Ну, в принципе, так же, как и дальневосточный гектар. От 250-300 тысяч. Ну, вот забор, он мне обошелся примерно так же, 750 тысяч. Только на выходе мы получили гектар огороженный. Теперь здесь небольшой дом, пруд и собственный лес. За год проведена серьезная работа. Участок пришлось буквально поднимать за счет выбранной из пруда земли. То есть здесь была марь фактически, качка и так далее, там воды по щиколотку. А сейчас разнотравие. Более 40 килограммов семян горчицы и рапса посеяли сами. При том, что опыт огородников у супругов был лишь в юности. Здесь не только дети постигают азы природоведения. Взрослые каждый день изучают что-то новое. Это все YouTube, интернет и все остальное нам в помощь на самом деле. Мы также и забор ставили с товарищем, мы вдвоем приехали. За 18 дней мы вдвоем с ним поставили. Уже есть план, работая несколько лет вперед. Постепенно, своими руками, главное не бояться. Уверены новые сельские жители. Через пять лет я вижу здесь хороший большой дом. Полностью участок сделаем красиво. Как бы дорожки будут обязательно у нас. У нас будет озеро чистое, с чистой водой, с хорошим берегом, где можно будет покупаться. Будут у нас тут елочки. Район имени Лозо один из самых желанных в Хабаровском крае. Свой гектар здесь хотят получить не только дальневосточники, но и жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Ну а самыми популярными здесь оказались села Кругликово и Зоевка. За год на местные земли подано уже более ста заявок. Все просто. Близость к Хабаровску. От краевой столицы не более 40 минут. Довольно развитая инфраструктура. Пока не все оформившие землю начали ее осваивать. Но такие примеры, вероятно, будут заразительны. Анна Кольчук, Константин Крутиков, Вести, Хабаровск.